Лук от семи недуг, гласит поговорка и сильно недооценивает пользу лука, потому что анализ 28 научных исследований показывает, что лук может быть полезен как минимум при 8 весьма-весьма неприятных заболеваниях. Но стать вашим лекарством лук может только если вы будете есть его в правильно приготовленном виде, в правильных количествах и на протяжении правильного периода. И в этом видео мы с вами разберемся с тем, как правильно употреблять лук для того, чтобы снизить уровень сахара в крови и густоту крови, понизить артериальное давление, уменьшить уровень плохого и общего холестерина и снизить риски умереть от рака и заболеваний сердца. Как правильно употреблять лук для того, чтобы повысить плотность костей, бороться с остеопорозом и наладить менструальный цикл. И как правильно употреблять лук при простудах, потому что даже это не оказалось очевидным. Мы узнаем, можно ли употреблять лук беременным и кормящим мамам и людям с изжогой и попутно выясним, что лучше, лук или чеснок и какой именно лук употреблять, красный или обычный, желтый или белый. Здравствуйте, с вами Макс Погорелый, я нутрициолог с кандидатской степенью и моя программа «Обман веществ» как раз и направлена на то, чтобы развеивать мифы и фейки о питании и давать вам в руки надежные питательные инструменты для улучшения вашего здоровья. Поехали! Сегодня, как, впрочем и всегда, в нашей программе «Отгонять мух лжи луком правды» мы будем с вами основываясь исключительно на результатах научных исследований. Сегодня их 28. Номер каждого научного исследования будет стоять на соответствующем слайде в углу экрана, а список всех научных исследований вы сможете скачать по специальной ссылке в самом конце описания к этому видео. В процессе нашего расследования мы с вами выведем 10 правил употребления лука. Они будут выглядеть вот так, на фиолетовом фоне, и я буду каждый раз говорить, что это правило или рекомендация, и советую их вам фотографировать для того, чтобы по окончанию видео получить полное руководство о том, как правильно употреблять лук для лечения болезней. И для избежания вреда, потому что лук может быть как лечебным или профилактическим средством, так и нанести, действительно нанести существенный вред достаточно большому количеству людей, если его просто-напросто неправильно приготовить. И начнем мы с вами с употребления лука для профилактики рака. Вы не ослышались, употребление лука действительно может сильно снижать риски рака, что и показали результаты 8 различных исследований, которые велись в общем на протяжении около 13 лет. Для удобства я свел все результаты этих исследований в одну диаграмму. В этих исследованиях сравнивалась заболеваемость или смертность от рака у людей, которые не ели лука вовсе или ели его очень мало. По сравнению с людьми, которые ели лук 3 раза в день. За 100% была принята смертность от рака тех людей, которые лука не ели вообще или ели его не чаще 1-2 раз в неделю. А смертность остальных людей выражалась в процентах от этих 100%. И чем ниже столбик на диаграмме, тем ниже был риск умереть от конкретного вида рака. И как видите, частое регулярное употребление лука снижало риск рака пищевода на 88%, риск рака прямой кишки на 56%, рака груди на 25%, яичников на 73%, простаты на 71%, почек на 38% и рта и носоглотки на 84%. Это совершенно невероятные вещи. И если бы исследования показали, что любой БАД способен снижать риски рака в такой же степени, то его просто сметали бы с прилавка в аптек за любые деньги. А лук, как профилактическое средство, растет практически под ногами и стоит копейки, и его невозможно фальсифицировать. Причем в среднем в этих исследованиях люди употребляли совсем немного лука. В среднем около 80 граммов в день. Это половинка совершенно небольшой луковицы. С не менее феноменальной эффективностью лук помогает снизить риск умереть от болезни сердца. Метаанализ 95 различных исследований, которые проводились в разных странах мира и охватили в целом более 4,5 миллиона людей, и показал, что употребление лука ежедневное и регулярное, по сравнению с людьми, которые опять же лука не употребляют, помогает снизить риск ишемической болезни сердца. А это основная причина смертности людей на 25%. Риск смерти от любого вида инсультов на 11%. А риск смерти от всех причин, которые вызывают смерть на 15%. Это очень и очень много. И, соответственно, мы можем с вами сделать вывод номер один. Фотографируйте, пожалуйста. Ежедневное употребление 80-100 граммов лука любого способа приготовления может значительно снизить риски смерти в целом и от рака и болезни сердца в частности. Однако, когда мы с вами переходим непосредственно к лечению болезней, то вот тут способ приготовления лука играет просто корневую роль, потому что он может не только увеличить эффективность лука как лекарство, но и даже превратить его в антилекарство и нанести вред здоровью. Лечение. Чтобы лечить, нужно иметь чем лечить. И если любые диетологи рассказывают вам, что полезность лука в минеральных веществах и витаминах, то просто рассмейтесь им в лицо или расплачьтесь, как расплакался я, когда проанализировал то, какое количество витаминов и минеральных веществ содержится в луке. Это действительно слезы. Их мизер мизерный. Но в луке огромное количество биологически активных веществ, которые действительно могут быть лекарством и которые являются лекарством. Именно поэтому лук и помогает лечить болезни, которые являются следствием нарушения обмена веществ. А это повышенное давление, гипертония, дислипидемия, нарушение уровня холестерина, повышение уровня сахара в крови и диабет и ожирение. Начнем мы с вами с самого сладкого. С уровня сахара в крови. Лук содержит две группы веществ, которые помогают и снижать уровень сахара в крови напрямую, и повышать выработку инсулина, который в свою очередь тоже снижает уровень сахара. Это флавоноиды, такие как эрцетин и соединение серы. Причем, как показали научные исследования, именно употребление сырого лука в количестве 100 граммов в день в течение буквально нескольких недель способно снизить уровень сахара в крови натощак, то есть утром проснувшись, и у больных с диабетом 2 типа, и у больных с диабетом 1 типа, то есть у людей, у которых инсулин вообще не вырабатывается. Конечно, употребление лука оказывало меньше эффект на снижение уровня сахара в крови, чем инсулин, но практически такой же, как употребление любого рода лекарства диабета. При этом лук еще и оказывал большое количество других полезных воздействий. Более того, лук не только помогал снижать уровень сахара в крови диабетикам, он еще и помогал тем людям, которые лечатся от рака, потому что доксирубицин, лекарство от рака, который употребляют при химиотерапии, может нарушить нормальную чувствительность организма к инсулину, так вот употребление лука помогает избежать этого нарушения чувствительности к инсулину. Ученые разделили больных раком, которые лечились в химиотерапии, на 2 группы. Одна употребляла от 100 до 160 граммов лука в день, а вторая 30-40 граммов лука. Но в группе, которая употребляла больше лука, уровень сахара в крови снизился сильнее, и чем больше люди употребляли лука, тем сильнее снижался уровень сахара в крови. И помимо глюкозы в крови, употребление лука еще и существенно уменьшило уровень воспаления организма, который критически важен для выздоровления и снижения того вреда, который наносится химиотерапией. В этом исследовании люди тоже ели сырой лук, и если у вас уже наворачиваются слезы от мысли о том, как вы будете поедать 160 граммов лука, то не переживайте. В конце этого видео я дам вам 2 рецепта, каким образом превратить лук практически в лакомство. То есть сделать так, чтобы он не вызывал у вас слез, и при этом еще и существенно увеличить его способность снижать уровень холестерина в крови. И для тех, кто не любит употреблять лук в качестве противозачаточного и противопоцелуйного средства, и в том случае, если повышенный сахар в крови это их единственная проблема, я посоветую есть сухой лук. Он продается в магазинах, и вы можете съедать до 2 столовых ложек без верха сухого лука в день. Он тоже снижает уровень сахара в крови, но при этом больше не лечит ни от каких других болезней. А для того, чтобы понять, насколько здоровым является ваш уровень сахара в крови, я порекомендую вам мое видео о том, как нас обманывают лаборатории и врачи. Дело в том, что научные исследования давно снизили тот уровень сахара, который считается нормальным, но врачи и лаборатории по-прежнему упрямо считают безопасным уровнем глюкозы тот, который существенно повышает риски диабета, рака и гипертонии. Ссылку на это видео и на все остальные видео, которые я буду рекомендовать в процессе нашего расследования, вы найдете в описании к видео, которое сейчас смотрите. А мы с вами переходим к уровню холестерина в крови, но прежде чем мы начнем с вами охолестериниваться, я хочу поблагодарить тех людей, которые делают возможными выходы моих видео. Я говорю сейчас обо всех тех людях, которые делают возможными выходы моих объективных и непредвзятых видео. Ведь я могу быть 100% объективным и непредвзятым, поскольку мой канал существует на ваши донации и на те деньги, которые я зарабатываю, продавая мои знания, сбалансированные рационы и пошаговые курсы. Поэтому я очень благодарю тех людей, которые курсы и рационы покупают, тех людей, которые поддерживают наш канал прямо у нас на сайте и донаторов на Патреоне. И благодарю Владимира, который, как всегда, пожелал остаться полу-ненкогнито и давать вам возможность получать бесплатно объективную и научно обоснованную информацию, оставаясь за кадром. И вы тоже можете поддержать наш канал любым удобным вам способом, включая ваши лайки, подписки и дележки нашими видео с друзьями. А мы с вами переходим к способности лука снижать плохой и общий холестерин. Для снижения холестерина, опять же, работает сырой лук. Объединенный анализ 10 различных исследований показал, что регулярное употребление сырого лука может понижать общий и плохой холестерин и повышать холестерин хороший. А другой метаанализ показал, что снижать уровень холестерина в крови может как сам лук, так и различные добавки из лука или из луковой шелухи. Но для того, чтобы снижать холестерин самим луком, что у нас сейчас, собственно, и интересует, необходимо употреблять не менее 100 мл в день сока из сырого лука. Друзья, не пугайтесь, его не надо пить ядреным, свежевыжатым, рыдая и кляня все на свете. Лук может отстояться. Вы можете надавить лука на несколько дней, хранить его в холодильнике и употреблять, и он тогда действительно не будет таким ядреным. Или же есть способы существенно снизить его ядренность, и я о них тоже расскажу вам. Если вам уж очень противен лук, то для снижения холестерина может сработать даже всего-навсего 50 мл лукового сока. Но, как показало еще одно исследование, чем больше лукового сока вы употребляете, тем сильнее снижается уровень холестерина. Поэтому в наших рекомендациях мы остановимся на том, что 100 мл сока это вполне достаточное и оптимальное количество. Конечно, уровень холестерина в крови нужно снижать не только луковым соком. Волшебных таблеток не существует. Нужно внести очень много различных изменений в ваше питание, как в выбор продуктов, так и в количество и сочетание продуктов. И о том, как это сделать, я рассказываю в трех видео о питании для снижения холестерина. Очень рекомендую их вам посмотреть и использовать вместе с луковым соком, для того, чтобы достичь успеха. Если же вы затрудняетесь составить свой рацион для снижения холестерина сами, то обращайтесь. Я рассчитываю сбалансированные лечебные рационы по целым 14 научно обоснованным параметрам. Не по 4, как считают диетологи, по старинке на коленке белки, жиры, углеводы и калории, а по целым 14. И именно это и позволяет сделать мои рационы действительно лечебными и очень эффективными. Чтобы узнать, что входит в программу расчета рациона, переходите, пожалуйста, на мой сайт или пишите мне по номеру телефона, который вы видите сейчас на экране, в любом из мессенджеров, вайбер, ватсап, телеграм, там я отвечаю лично вам сам и дам всю необходимую информацию. Какой же лук нам выбрать? Наиболее распространенными являются желтый или внутри он белый и красный лук. И если у Британии была война белой и красной розы, то войны желтого или белого и красного лука не существует, потому что вы уже догадались о том, какой из видов лука наиболее полезен. Разумеется, красный, потому что в нем больше полезных веществ. Тех самых, которые придают ему красную окраску. Называются они антоцианами и относятся к группе полифенолов, о которых я каждый раз говорю в моих программах, как о лечебных веществах. Как показало это исследование, добавление сырого или бланшированного красного или белого лука существенно снижало уровень холестерина в крови, но при этом именно красный способствовал снижению уровня холестерина в крови сильнее, чем белый лук или чем чеснок. Для того, чтобы лук работал, его необходимо бланшировать не более 90 секунд. Это всего-навсего полторы минуты, потому что более длительная термообработка полностью разрушает все полезные вещества лука, которые снижают уровень холестерина. Это очень важное для вас замечание, потому что даже такое кратковременное бланширование, а после него лук необходимо сразу как можно быстрее охладить в холодильнике, даже такое кратковременное бланширование позволяет убрать остроту лука и лишний запах, и таким образом потреблять лук без проблем и мучений. А мы с вами, убедившись в том, что красный лук работает лучше чеснока, и сделав вывод номер два, фотографируем его о том, что следует употреблять именно красный лук, определимся в самом главном параметре, по которому лук действительно лучше чеснока. О нем я рассказывал в моем видео о подвохах древнего рецепта. Употребление лука и лимонного сока действительно снижает уровень холестерина, но при этом у очень многих людей оно также и вызывает существенное раздражение слизистой, как желудка, так и кишечника. Проблема чеснока в том, что при всем изобилии полезных веществ в нем, его лечебная доза весьма близка к дозе токсической, которая может вызывать как небольшое отравление, так и чаще всего существенное раздражение кишечника. Потребление чеснока даже в небольших сравнительных количествах может у очень многих чувствительных людей вызывать разрушение крошечных ворсиночек, которыми усеян наш кишечник и через которые как раз и усваиваются все полезные вещества. И вот это разрушение и приводит к тому, что у многих людей при употреблении даже не очень больших количеств чеснока, я сейчас говорю о двух, трех, четырех зубчиках чеснока в день, начинает болеть живот. И эти люди просто не могут использовать чеснок для снижения уровня холестерина. Это вредное свойство чеснока, к сожалению, препятствует его употреблению в тех же количествах, в которых мы можем есть лук. И именно поэтому употребление чеснока существенно меньше снижает риски рака. Помните наше первое расследование? Так вот, посмотрите, насколько меньше риски рака снижаются у людей, которые регулярно, каждый день едят чеснок в количестве двух-трех зубков. А вот лук большинство людей может есть абсолютно без опаски и в очень больших количествах. Помните, больные раком на химиотерапии употребляли до 160 граммов сырого лука в день, и все у них было прекрасно. А прекрасно все у них было именно потому, что в отличие от чеснока, лук только улучшает всасывательную функцию кишечника. То есть, помогает кишечнику более эффективно выполнять свои функции. Соответственно, при всей раскрученности этого старинного рецепта, чеснок и лимонный сок, я все-таки рекомендовал бы вам перейти на лук. Потому что все исследования показывают, что красный лук снижает уровень холестерина существеннее, чем белый лук и существеннее, чем чеснок. Но, напомню снова же, только в том случае, если вы употребляете его сырым или обработанным двумя способами, о которых я расскажу в конце, или планшируете его не более 90 секунд. Потому что еще одно исследование, которое было проведено на крысах, но мы в этом случае можем смело экстраполировать его результаты и на людей. Это исследование показало, что если лук подвергался достаточно длительной термообработке, то есть более 5 или 10 минут, то он терял все свои способности понижать плохой и повышать хороший холестерин. И кроме этого, отмечу, он еще и приобретал одну очень неприятную способность, о которой мы сейчас с вами поговорим. Дело в том, что у большинства людей, у которых уже есть проблемы с сахаром в крови или с холестерином, часто имеют и проблемы с так называемым загущением крови. Так вот, лук можно использовать для того, чтобы кровь разжижать. Но при этом нужно учитывать то, что лук может очень легко из прекрасного лекарства превратиться в продукт, приносящий вам вред. Да-да, лук может действительно стать бомбой, которая заложена под фундаментом вашего крепкого здоровья. Однако, для начала давайте определимся в том, сколько лука необходимо съедать, для того, чтобы разжижить кровь. Это совсем небольшие количества, от 50 до 70 граммов сырого лука в различных исследованиях. При этом, как показало еще одно исследование на крысах, снижать густоту крови способен только сырой лук или лук правильно приготовленный. Способность снижать густоту крови и уменьшать риски тромбообразования, соответственно, называют антиагрегатной активностью. И научное исследование показало, что если термообрабатывать лук не более трех минут, с последующим быстрым охлаждением, то его антиагрегатная активность практически не страдает. То есть, обработанный в течение трех минут лук оказывает практически такое же разжижающее действие на кровь, как и лук сырой. А вот лук, приготовленный в течение 20 минут, работал абсолютно противоположным способом. Он только увеличивал густоту крови и повышал способность клеток крови к агрегации, то есть к слепанию, к образованию тромбов. То есть, лук, приготовленный в течение около 20 минут или более, становился опасным для тех людей, у которых есть проблемы с густотой крови. А 20 минут готовки на самом деле это практически обычное время, которое мы готовим лук, например, в супе или с тушеными овощами. На этом примере вы видите, друзья, как наука помогает нам избегать ловушек и наступание на те грабли, на которые уже наступили люди или лабораторные крысы. Точно так же, как и в случае с холестерином, для того, чтобы успешно поддерживать нормальную густоту крови, нужно внести целый ряд изменений в питании. Я снял специальное видео, в котором я рассказываю о том, как выстроить свою правильную диету, для того, чтобы ваша кровь не образовывала тромбов и всегда была разжиженной, без аспирина и любых других лекарств. А еще одной болезнью обмена веществ, которые помогают бороться употребление лука, является гипертония, повышение давления. И параллельно мы с вами разберемся еще и с тем, сколько времени нужно употреблять лук для того, чтобы достичь полезного эффекта. Употребление лука действительно может понижать артериальное давление, как верхнее систолическое, так и нижнее диастолическое, и при этом еще и снижать вес и окружность талии. Но при этом для того, чтобы лук снижал давление, необходимо обязательно употреблять его сырым, поскольку те вещества, которые давление снижают, разрушаются при любого рода термообработке. А мы с вами можем сделать три следующих вывода. Фотографируйте их, пожалуйста. Вывод, он же рекомендация номер три, состоит в том, что для того, чтобы сделать лук лекарством от болезни нарушения обмена веществ, а это повышение давления и уровней холестерина, и глюкозы в крови, диабета и ожирения, и использовать лук для разжижения крови, его следует употреблять в количестве от 50 до 120 граммов в день, или пить отстоянный луковый сок, чтобы не мучиться, по 100 миллилитров в день. И чем больше вы употребляете лука, тем сильнее его полезный лечебный эффект. Вывод номер четыре состоит в том, что нагревание лука, отваривание, пассирование, микроволновка или обжаривание, в течение трех минут с последующим быстрым охлаждением, не уменьшает его способности разжижать кровь, но лишает лук способности снижать давление. Лук, бланшированный на протяжении полутора минут, практически так же хорошо снижает плохой и общий холестерин, как и лук свежий. Однако лук, приготовленный в течение 20 минут и более, не просто теряет все свои лечебные качества, он наоборот загущает кровь. Поэтому для максимальной пользы лук следует есть или сырым, сам лук, или сок, или обработанный двумя способами, о которых я еще расскажу, или термообработанный максимум полторы или три минуты с последующим быстрым охлаждением. Не оставляйте лук в кастрюльке или на сковороде. И вывод номер пять состоит в том, что для получения полезного эффекта лук нужно употреблять не менее 12 недель, трех месяцев к ряду, а лучше всю оставшуюся жизнь. С болезнями обмена веществ мы покончили и переходим к влиянию лука на плотность костей. С возрастом у большинства людей, причем у женщин гораздо сильнее, чем у мужчин, существенно снижается плотность костей. Это называется остеопорозом. И остеопороз не только повышает риски переломов, а в пожилом возрасте эти риски могут всегда оказаться уже фатальными, особенно риск перелома шейки бедра, после которого очень многие пожилые люди уже просто не встают. Но остеопороз после 60-70 лет еще и очень сильно влияет на осанку. Если кости становятся пористыми, то позвоночник просто не способен держать осанку, и человек сгибается и приобретает вот эту старческую осанку, которая нам так хорошо знакома. Поэтому остеопороза нужно избегать любыми способами. Один из самых важных и главных из них это обеспечение достаточного количества кальция в вашем рационе и о том, как правильно сбалансировать молочные продукты и растительные продукты или как заменить молочные продукты растительными, если вы не употребляете никакой молочки, я рассказываю в отдельном видео, очень его вам рекомендую. И регулярное употребление лука в дополнение к этим знаниям поможет вам сохранить ваши кости и вашу молодую осанку до самых преклонных лет. В этом исследовании ученые выясняли то, как частота употребления лука влияет на остеопороз и переломы. И оказалось, что те женщины, которые употребляли лук ежедневно по сравнению с теми, которые ели его раз в неделю или раз в месяц, имели плотность костей на 5% больше. И это приводило к тому, что частота перелома в шейке бедра, наиболее опасного перелома, как я вам уже сказал, у них была на 20% меньше. На 20% это очень много. А другое исследование показало, что для этого нужно употреблять всего-навсего около 100 граммов сырого, нетермообработанного лука или лукового сока. У женщин, которые это делали, всего за 8 недель начала повышаться минеральная плотность костей и снижаться потеря костной массы. Причем лук может быть полезен женщинам еще и в одном очень неожиданном аспекте. Он может стабилизировать и улучшить частоту и регулярность менструации. В этом исследовании принимали участие женщины с синдромом поликистоза яичников. Это очень неприятная и неизлечимая болезнь. И они все страдали различными нарушениями менструального цикла. У кого-то нерегулярные менструации, у кого-то слишком сильные, у кого-то слишком слабые менструации. Они употребляли по те же самые 100 мл того же самого нетермообработанного лукового сока. И у всех из них за 15 дней существенно улучшилась регулярность менструального цикла. Результаты для ученых были абсолютно ошеломляющими. Я не буду их долго комментировать. Вы можете их увидеть вот на этой табличке. Практически зеркальное соотношение. Женщин, которые употребляли луковый сок и которые не употребляли по частоте менструации, их силе и так далее. И эти несчастные 100 мл лукового сока нормализовали различные параметры менструального цикла у 60-75% женщин. Это невероятный просто результат. И в этом, друзья, и состоит. Фотографируйте наш вывод номер 6 о том, что регулярное употребление лукового сока в количестве 100 мл повышает плотность костей, уменьшает потери костной массы, а также помогает нормализовать менструальный цикл. А еще более впечатляющих успехов по улучшению вашего здоровья вы можете достичь, если будете питаться сбалансированно. И проверить то, насколько сбалансировано ваше питание по 6 параметрам, вы сейчас можете бесплатно. Я специально создал онлайн-тест. Вы отвечаете на 32 простых вопроса, вносите ваш правильный имейл. И на правильный имейл получаете наши выводы о том, насколько ваше питание снижает или повышает уровень сахара в крови, это уровень гликемичности, понижает или повышает оно уровень воспалений и риск лишнего веса, делает оно более высоким или низким риск раковых заболеваний, является ли оно закисляющим или ощелачивающим, и способствует ли освобождению от вредных продуктов обмена веществ, так называемых шлаков. Ссылку на тест вы найдете в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. А мы с вами переходим к последнему и наиболее очевидному способу использования лука, это лечение простудных заболеваний. К нашему глубокому сожалению, излечивает простудное заболевание то же самое вещество, которое является слезоточивым. Называется оно синпропанетиал-С-оксид, и именно оно и имеет и то вонючее воздействие, и антибактериальное действие. И это действительно работало. У людей, которые болели гриппом и которые болели ковидом, такая ингаляция луком существенно снижала симптомы. Лук помогал облегчить головную боль, кашель, выделение мокроты и чихание. Никаких побочных эффектов при этом обнаружено не было, и при этом ученые отметили, что чем раньше больные начинали лечиться, тем больше полезный лечебный эффект лук оказывал. Как правильно ингалироваться луком? Надрезаем луковицу, глубоко вдыхаем через нос и задерживаем дыхание на 1-2 секунды, и затем выдыхаем через рот. Продолжительность ингаляции 1-7 минут, в зависимости от того, как вам нравится и сколько вы можете выдержать. И очень важно постоянно надрезать тоненький слой, для того, чтобы лук был наиболее губительным для бактерий. И этот, кстати, отрезанный слой можно и съедать. Этот способ позволяет убивать бактерий и вирусов прямо в носоглотке. А кроме этого, вы можете еще и есть сырой лук, или пить сок непосредственно луковый, или любой овощной сок с добавкой сырого лука. Но очень важно при этом употреблять сок свежевыжатым, поскольку симпропатениал-С-оксид, как я лихо говорю этот термин, он очень летучий, он очень быстро улетучивается, и сок перестает оказывать антибактериальное и антивирусное воздействие. Чеснок, друзья, кстати, тоже работает от простуд и не хуже, чем лук. Я снял отдельное видео о том, как лечиться и профилактироваться употреблением чеснока от простуды. И те люди, у которых нет острой реакции на чеснок, о которой я рассказывал выше, могут комбинировать и лук, и чеснок для того, чтобы не болеть или лечиться от простуды. А теперь, друзья, давайте развеем два фейка. Моя программа ведь не зря называется «Обман веществ». Один из фейков это то, что лук настолько сильно убивает бактерии и вирусов, что избавиться от них можно просто раскладывая его повсюду по квартире. Это вообще не работает по двум параметрам. Первое. Концентрация действующего вещества будет крайне низкой во всей квартире, хотя запах лука вы будете ощущать. А второе, как вы помните, лук нужно постоянно надрезать. Поскольку синт пропатаниал-эс-оксид очень быстро теряет свою активность, и поэтому разложенный во всей квартире лук работать точно не будет. Точно так же, как и не будет работать лук в совершенно идиотском рецепте о приклеивании или там помещении под носок разрезанной луковицы к ступне, которая якобы выводит токсины из организма. Это все, друзья, абсолютный, 100% чистейшей воды фейк, который никоим образом не подтвержден научно и не может быть научно подтвержден, потому что такие способы не работают. А мы с вами делаем вывод номер 7 о том, что эффективным способом лечения простуды является не закладывание лука в носки на ночь, а ингаляция луком, то есть дышать свежей луковицей, надрезая ее постоянно, или употреблять свеженарезанный лук без уксуса. Это очень важно, сейчас я расскажу почему. Или употребляя луковый сок. Но при этом и лук, и луковый сок должны быть не термообработаны, иначе улетучивается антибактериальный синт пропанатиал-эс-оксид. И в конце давайте обсудим практические способы того, как можно съесть 100 или 160 граммов лука, или выпить полстакана 100 миллилитров лукового сока, и при этом не вонять на прополу. И, кстати, в исследовании я нашел научный способ, каким образом меньше рыдать, когда вы режете лук. Я на самом деле использую широкие очки, которые практически препятствуют попаданию активных ингредиентов лука в глаза, и таким образом не плачу. Но оказалось, что если вы хорошо охладите лук в холодильнике, перед нарезкой, то вы можете быстренько, пока он не нагрелся, его нарезать, и таким образом тоже будете плакать меньше. Второй вариант – это употребление лука с уксусом. Уксус может быть винный, бальзамический, или яблочный, или даже обычный спиртовой. На самом деле это не имеет значения. Уксус действительно отбивает запах лука, убирает его остроту, и таким образом вы можете съесть лук, замаринованный в уксусе буквально 10-15 минут, вы можете съесть этого лука сколько угодно. Те самые 160 граммов при необходимости. При этом лук вообще не теряет своей активности, кроме антибактериальной. Именно поэтому я и рекомендовал в той части, где мы говорили о луке, как об антибактериальном противопростудном средстве, употреблять его нетермообработанным и без уксуса. Уксус, помимо этого, еще и сам может снижать уровень плохого холестерина. Я снял отдельное видео о том, сколько уксуса необходимо для этого употреблять, и когда необходимо употреблять уксус, чтобы снижать вес и холестерин. И помня это, мы можем с вами сделать вывод номер 8, о том, что маринование лука в винном, яблочном или даже спиртовом уксусе помогает убрать неприятный запах, и способствовать дополнительному снижению уровня холестерина в крови. Мариновать лук можно 10-15 минут, а также можно нарезать лука на несколько дней и замариновать его в уксусе, и потом постепенно съедать, понятное дело, храня в холодильнике. А еще один способ, это заквашивание или самого лука, или даже лукового сока, потому что из лукового сока можно делать квас, ведь в луке сахара не меньше, чем в яблоке, а иногда и больше в сладких сортах лука. Как показало научное исследование, заквашивание лука, называется ферментация, только увеличивает его способность снижать плохой холестерин. К сожалению, это исследование не было направлено на снижение уровня сахара в крови или давления, но я более чем уверен, но я более чем уверен, что квашеный лук будет полезен и у этого. А мы делаем с вами вывод номер 9, о том, что ферментирование, то есть квашение лука усиливает его активность по снижению холестерина в крови как минимум. Рецепты по квашению лука или по изготовлению лукового кваса вы легко найдете в интернете, я не буду на этом останавливаться. И последнее, друзья, вред и польза. Что удивительно для такого сильнодействующего лечебного средства, лук действительно имеет абсолютный минимум побочки. Фантазии о том, что лук нельзя есть беременным мамам, вообще никоим образом не подтверждены научно, но зато научно обосновано то, что некоторым кормящим мамам следует отказаться от лука, если их ребеночек не переносит запаха лука, который он получает из молока. Если, не дай бог, у вашего ребеночка колики или он беспокойно спит или не очень охотно ест, то попробуйте убрать лук и, кстати, и многие другие продукты можно убирать поочередно, просто подбирая то, что может вредить ребеночку и с какой-то долей вероятности вы попадете на то, что действительно мешает малышу жить. И лук, как показали целых два научных исследования, действительно может являться продуктом, нарушающим аппетит ребеночка, его сон и вызывающим газы и колики. И последнее. Влияние лука на изжогу, которое называется по-научному гастроэзофагиальным рефлюксом. Ученые разделили людей на две группы, кормили их сырым луком и оказалось, что у людей, у которых изжоги нет, лук изжоги не вызывал, а вот у тех людей, у которых изжога обычно была не только от лука, он существенно ее усиливал и делал более частой. Поэтому, друзья, наш десятый последний вывод состоит в том, что кормящим мамам и людям с изжогой, рефлюксом, следует осторожно употреблять лук, сообразуя его количество, состоянием здоровья или ощущениями своего ребеночка. А мне остается поблагодарить вас за ваши интересы и внимание. Пишите ваши вопросы в комментариях, я на них отвечаю. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я тоже отвечаю на вопросы и публикую мои статьи, которые я все еще иногда пишу. В этих статьях я освещаю эти вопросы, которые не успеваю осветить в видео. Заказывайте мои пошаговые курсы, таким образом вы поддержите канал. Я очень признателен всем, кто поддерживает канал на Патреоне. Адрес Патреона также в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить следующие выпуски наших вкусных и полезных программ. А я желаю вам всего доброго, здоровья вам и успехов. С вами был ваш Макс Погорелый в программе «Обман веществ», в которой мы с научной точки зрения развеиваем мифы и фейки о питании и находим наиболее эффективные и вкусные методики улучшения вашего здоровья. До скорых новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова